ребята всем привет расскажу сегодня про три охоты которые у меня были охоты на хищника первая охота это на волка это была середина февраля выпал снежок ночью мне с утра позвонили сказали что флажили четыре волка я сорвался полетел на охоту но не часто удается поохотиться на волка с флажками особенно в наших условиях снежный покров последнее время подводит практически его нету первый день нас собралось 6 человек как бы совсем мало для оклада хоть и оклад небольшой был где-то три с половиной километра 6 человек все-таки мало но сделали небольшой загончик волки ни на кого не вышли еще флажили ребята по снегу но потом снег где-то когда я уже приехал к обеду сошел после того как сделали загон но волка в магазине не купишь уже недалеко дележали там 100 метров да и все самый главный трос в лесу все-таки были сомнения что волки могли уйти но решили все равно на следующий день приехать спас брали побольше людей уже нас было 13 все-таки труд большой найти а флажить волков решили попытать удачу ну и только начался загон прошло где-то около получаса первый волк просто на махах перескочил через флажки видел его один охотник и еще где-то через полчаса в том же месте практически перепрыгнула еще два волка четвертый волк непонятно куда делся то ли остался в окладе то ли перескочил где-то не на глазах у кого-то волка не добыли но усилий проделали массу огромное спасибо местным ребятам которые нашли волков лажили это очень большой труд и только респект таким людям которые занимаются следующая охота про которую я вам хочу рассказать это вот была совсем недавно на прошлой неделе это был первый волк в добыче которого я поучаствовал можно сказать приехала андрюха как всегда спонтанно позвонил сорвались поехали андрюха вабит занимается плотно волком это практически единственная охота которой он занимается ну и первое место на вас грубо говоря поставили сказали вот там есть мы заехали немножко не доехали до туда где-то километр где должны были стоять сделал андрей несколько ваб то есть первую вабу потом прошло где-то полчаса еще одну вабу и после 3 только вабы вышла волчица так вдалеке где-то ну больше наверное километра под ветер стало и по дороге начало идти к нам поздновато я включил запись на тепловизоре потом мы просто начали в раз цепную от нее разбегаться все звери хоть и мы допустили ошибку в постановке вот оттуда откуда она пришла там лежала большая огромная куча силоса мы потом туда поехали она воняла просто на всю округу и вот она нас посла потому что ветер был четко от нас на нее потом она на этой куче силоса наткнулась на зайца и начала гонять его по полю ну конечно картинка очень интересная первый раз я такое видел как волк гоняется за зайцем было очень интересно но правда не днем а в тепловизор но тоже прикольно забежала загнала его в лес брохнула в канаву так ну так было довольно тихо ветер был совсем слабенький уже как бы по диагонали как бы начала двигаться в нашу сторону и вот расстояние было где-то 150 метров она замерла что-то там у почуяла зарылась носом в землю остановилась на несколько секунд ну я если честно даже не думал делать выстрел в этот момент просто наблюдал думал может она еще подойдет андрей прицелился более опытный стрелок сделал выстрел четко по месту волчица сразу упала но потом поднялась начала крутиться я решил добавить добавил все волчица упала мы радостные подошли к ней наконец-то мы добыли с андрюхой волка уже наверно у нас какой-то пятый седьмой восьмой выезд приезжают он уже третий год и вот она волчица даже я выстрелил в нее вот мое попадание в ногу блин но эмоции конечно испытали целую кучу они вышли вдвоем я сразу не включил запись на тепловизоре от дороги и волчица начала это гоняться за зайцем это вообще было прикольно она гонялась тут по полю потом загнала этого зайца в лес вышла и уже начала к нам двигаться где-то метров 150 было расстояние андрюха выстрелил попал по месту четко по лопатке кстати выходного нету да не выходное то просто входное там как шива ну и волчица добыта уже она в этом году потомство не принесет так что мы избавили получается наше угодье от нескольких волков сразу но я уже кстати же отгуляла посчитать сразу за пятерых очень много блин я очень рад подними голову ну да сзади но она но крупная крупная взрослая волчица ну такая емкая очень емкая вот так вот андрюхин карабин такой же как у меня ла 102 андрюха же умеет охотиться умеет стрелять мы пока только учимся попадаем по ногам классную ночь только начинается сейчас еще поедем попробуем повабить еще завтра у нас день поэтому поэтому будем пробовать надо учиться учиться вы учиться учиться охотиться класс андрюха поздравляйте с полем спасибо эмоции было не передать в тот момент конечно прям такой колотунчик и сердце билось наконец-то был добыт этот трофей которую мы уже несколько охот андрей приезжает чисто на волка но он приезжает и на косулю поохотиться но на разные охоты но вот именно на волка было у нас несколько охот конкретно но первый раз так получилось что вот мы добыли зимой был один выход тоже волчицу мы подранили она упала такую ложбинку мы думали уже все готово но она потом встала поднялась и мы еще долго ходили по крови но была влажная погода и не очень ну в тот день мы еще ездили по разным местам наверное еще в четырех местах мы пробовали вабить нигде больше волки не отозвались андрюха добыл еще одну лисицу я был очень уставший я уже на последнее место даже не пошел остался в машине просто спал сдал мне еще было очень рано вставать так что как-то так на следующую ночь мы опять поехали пробовать удачу с волками место было очень перспективное первое но было очень не волчачья погода не волчина ветер дождь и неблагоприятные условия для вабы и не получилось ну вызвать зверя то есть большая влажность даже в тепловизор было очень плохо видно буквально там рельеф просматривался может на метров 150 а дальше просто пеленая там какие-то точечки но в одном месте как бы нам показалось что возможно ну 50 на 50 выходило два силуэта очень похожий на волка по характеру движения но непонятно то есть утверждает конкретно потому что отзыва не было был бы хотя бы отзыв было бы уже понятно что это волки подошли они где-то на метров 300 400 ну ну в общем вот так наконец-то волк добытка но в целом охота конечно очень затратная очень очень затратная по времени очень тяжелая то есть заниматься волком очень тяжело это нужно отодвинуть все охоты на другой план и заниматься только грубо говоря волком чтобы там каких-то успехов добиваться с про следующую охоту которую вам хочу рассказать это охота на лис как бы там особо рассказывать нечего просто ездил тоже примерно она проходила в то же время вот когда мы флажили волка я ездил по лисам две ночи ну как пока что у меня особо если честно не получается с карабина по лисам стрелять все-таки тяжеловато больше промахиваю чем попадаю вот этот момент что нужно спуск контролить плавно нажимать не всегда забываешь в азарте вот когда видишь зверя там держишь его на мушке надо четко контролировать все-таки с карабина намного тяжелее стрелять чем с гладкого это все-таки пуля это все таки дистанции там 100 150 метров 200 тяжеловато но но мы стараемся учимся как бы лис у нас много нужно контролировать численности кстати все кадры что вы видите вот которые сняты на тепловизор это все снято на теплогляделку аркон овис lm25 отличная теплогляделка компактная мне очень нравится брал у официального дилера у нас беларуси для моих подписчиков у него специально ценовое предложение так что кто присматривает себе обращайтесь говорите что мой подписчик пока что от нее у меня только положительные эмоции компактная батарею держит единственное что вот запись видео немножко съедает качество то есть когда смотришь глазом получше конечно в основном охота проходила так я находил где-то на поле лесу смотрел в какую сторону надвигается подстраивался под ее движение и уже уже когда дистанция сокращалась по моим ощущениям потому что у меня дальномера нету где-то до метров 150 я уже пробовал делать выстрел ну так же пользовался манком манкомба гарнер два в одном уже получается у меня немножко манить некоторые лисы прямо бегут на этот манок дом 2 кохе Продолжение следует... 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 Продолжение следует...